В субботу 20 апреля стало известно, что в парке села Емельянова Старицкого района убита 36-летняя Екатерина Никольская. По версии следствия, ударом ножа в шею женщину убил её муж, 36-летний Евгений Никольский. Спустя непродолжительное время к месту преступления подъехал родственник потерпевший, который нанёс злоумышленнику травмы в области головы, с которыми последний в бессознательном состоянии был доставлен в медицинское учреждение. Следователями и криминалистам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области произведён детальный осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, иные предметы и следы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначено проведение экспертиз. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу. Супруги Никольские жили в Твери. Соседи говорят о них как о тихих, спокойных людях. За несколько дней до убийства Екатерина и Евгений поругались. Мы не знаем, мы просто видели, что он её выгнал. Она собрала вещи и уехала к матери. Мы даже не поняли, что вдруг у них произошло, что он её выгнал. В субботу муж решил найти свою жену, но не для прощения, а для убийства. На своей страничке в соцсетях Никольский сообщил, что сделал это. Что могло стать причиной трагедии, предстоит выяснить следствию. Сам Никольский по-прежнему без сознания. В реанимации областной больницы. С ним расправился брат жены, когда увидел бездыханное тело сестры. От мужа Екатерина уехала, забрав 11-месячную дочь. Это был их первый долгожданный ребёнок. В своё время Евгений Никольский собирался в политику. Был кандидатом в депутаты от партии «Справедливая Россия». Уголовное дело возбуждено в Ржевском межрайонном следственном отделе регионального СК. Мы следим за ходом событий. 19 апреля от резкого порыва ветра в посёлке Козлово, Конаковского муниципального округа, упало дерево и придавило семилетнюю девочку. У ребёнка повреждена нога. Это случилось возле Козловской городской больницы. В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальной проверки, организованные по данному факту, находятся на контроле прокуратуры. В Твери на улице Корытково столкнулись шесть машин. По данным ГИБДД, со стороны Мигалова по левому ряду шла Киа. Идущий по правой Volkswagen опережает Киа и подрезает её. После касательного столкновения Volkswagen выезжает навстречку, бьёт встречный Ларгус и отлетает в пять припаркованных машин. В результате ДТП один пассажир автомобиля Volkswagen Polo погиб. Ещё четыре человека получили телесные повреждения. Специализированным следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 64 УК РФ. Увиновное лицо задерживаем. 22 апреля в 8.40 утра поступило сообщение о задымлении в торговом центре «Слава» по адресу город Тверь, улица Можайского. Спустя четыре минуты на место происшествия прибыли первые подразделения огнеборцев МЧС России. В 8.52 возгорание было локализовано, а в 9.13 полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России. До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 55 человек. От МЧС России на месте происшествия работали 48 человек и 12 единиц техники. За период с 15 по 21 апреля 2024 года на территории Верхневолжья ликвидировано 32 пожара, на которых спасено 2 человека. Также за отчётный период пожарно-спасательные подразделения привлекались до ликвидации дорожно-транспортных происшествий, в которых, к сожалению, погиб один человек. Происшествий на воде за отчётный период не зарегистрировано. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101-112, телефон доверия Главному управлению МЧС России по Тверской области 8-48-22-39-99-99.